Из джиу-джитсу произошли практически все виды единоборств восточных, да, что касается айкидо, тэйквондо, дзюдо. Эх, было же время, когда глупость называли глупостью, а не особым мнением или точкой зрения, а чемпионатом мира назывались спортивные мероприятия, на которые съезжались атлеты из как минимум десятков стран, а не из одного-двух городов. Бодрое утро! Не знаю, доброе оно или нет, пока не разобрался, но то, что оно бодрит без отопления, однозначно. В эфире Ньюзости. Новости, которые мы таковыми считаем, которые выходят через пень-колоду, а не по заранее намеченному графику. Ну а фиг ли с нас взять? Фриксы, они и в Африке не красавцы. Сегодня у нас снова есть о чем поговорить, что вспомнить и куда заглянуть. За отчетный период, а это 7 дней, много чего произошло. Например, ADCC Open в Бразилии. Роман Лукашевич побывал в тюрьме. Тэйквондо произошло от джиу-джитсу. Уан офси пригласили Мухаммада Абдулкадирова рубануться с ротово. А локальный промоушен решил провести чемпионат мира. А также поговорим о предстоящей премьере новой профессиональной лиги грэплинга, о важном аспекте, позволяющем монетизировать ваше джиу-джитсу, о БЖЖ роботах и ближайших событиях, достойных вашего внимания. Но, прежде чем перейти к сути, небольшое пояснение. В Ньюзостях, да и в ленте вообще, мы часто не затрагиваем какие-либо турниры или события. Ну, на одних мы не бываем, а о других, ну, как говорится, либо хорошо, либо ничего. Это когда объективно хвалить их не за что, а адекватная объективность может поджечь кресла у людей, малодумающих. А таких большинство. И это грозит одновременным массовым подрывом, который, в свою очередь, может привести к серьезным катаклизмам планетарного масштаба. В общем, как-то так, переходим к сути. На прошедших выходных россияне собрались и поехали на Туреччину в город Константинополь. И завоевали первое место в национальном зачете AGP Euro Continental 2023 Amateurs and Masters. Привет, мои учительницы по-английскому. И второе место в национальном же зачете на Абу-Даби Гран-при Ноу-Ги Инстанбул. В первом случае заработано 19 золотых, 20 серебряных и 12 бронзовых медалей. В Ноу-Ги 14 золотых, 8 серебряных, 8 бронзовых. Поздравляем всех, кто приложил руку к этому результату. Поздравляем медалистов и особенно обладателей золотых медалей. А особенно хочется выделить наших черных поясов, завоевавших золото. На Европа-Континенталь. Анатолий Абрамов в весе 77 килограммов. Евгений Богданов разделил первое место с Борисом Юриновым в категории 85 килограммов. Андрей Ланин золото в категории 85 килограммов, но в другой категории мастеров. В Ноу-Ги золотом отличились Рамазан Шекшабеков и Станислав Варшавский. Еще раз поздравление всем призерам. Мы просто не в состоянии перечислить их всех поименно в рамках одного выпуска мюзостей. Все ма-ла-дсы. Кстати, следующий повод БЖЖ-путешествий под эгидой AGP это Ереван Интернешнл Ги и Ноу-Ги. Шикарная возможность смотаться в Армению, подышать ереванским воздухом и набить рейтинговые баллы перед предстоящим Абудаби Уолт Про. Как известно, те, кто заработал максимальное количество баллов в сезоне, попадают в сетку чемпионата мира без дополнительного предварительного отбора. А это ого-го, какой бонус. Ссылка на все подробности и регистрацию на этот турнир в описании. Вот сейчас будет до выяснения отношений. Все-таки не согласна проигравшая сторона, но это как всегда. Наверное, они разберутся. Воскресный вечер мы убили на просмотр ростовского чемпионата Евразии. Вернее, на суперфайты, которые проходили в его рамках. Все красиво, громко, светится, сверкает, упаковано блестяще. Ну, в смысле, упаковка блестящая. Раскрываешь ее слой за слоем, раскрываешь, 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 а там Абик в бассейн. Очень лояльный турнир. Спортсмены хвалят организаторов, светотехники хвалят спортсменов, организаторы хвалят всех. На татаме исключительно чемпионы и даже были мастера спорта по бразильскому джиу-джитсу. Да, бывают и такие. Подрастающие под колени, это цитата, и не проигравшие, а серебряные призеры суперсхватки. Много интересных спортсменов уровней пурпурных поясов и подрастающие звезды, поединки которых пока интересны исключительно друзьям и родственникам. Слава богу, родственников и друзей уступающих было достаточно, и это обеспечило какое-то количество просмотров прямой трансляции. На этом чемпионате Евразии был только один черный пояс. Но матч, пожалуй, нельзя назвать зрелищным и захватывающим. Как это часто бывает у тяжей, на любом уровне пояса, когда один держит закрытый гард, а второй душит из закрытого гарда сверху. И сдержки тяжелых весовых категорий. Признаться, я лично включил трансляцию для того, чтобы посмотреть два матча. Один матч с участием Мухаммада Курбанова, второй матч с участием Никиты Морозова. И по принципу, что лучший поединок это тот, который не состоялся, я объявляю лучшим матчем вечера матч Мухаммада Курбанова. Главная схватка, к моему глубочайшему сожалению и сожалению, наверное, большинства телезрителей, не состоялась. Состояние здоровья Мухаммада Курбанова не позволило ему выйти на татами. И, как он правильно сказал сам, он, как настоящий спортсмен, должен внимательно прислушиваться к сигналам своего организма. Самое отвратительное, что может случиться со спортсменом, это когда в самый последний момент что-то идет не так со здоровьем. Но я профессионал и никогда не иду на поводу своих эмоций, не выхожу, если что-то в организме творится не так, что потом не рассказывать всем людям, какой я был не готовый или что-то в этом роде. Если готов, выходи. Не готов, не ищи оправдания. Респект. Очень разумно. Собственно, я могу, конечно, ошибаться, но мне кажется, что в этот день просто не было соперников для Мухаммада Курбанова на этом турнире. Был Убайдулла Тагиров, чемпион по рукопашному бою и все такое, которого изначально заявляли как противника Курбанова. По причине невыхода Мухаммада ему таки нашли соперника и Убайдулла таки поборолся. После чего Мухаммад сказал, что теперь его схватка с этим противником больше не актуальна. Хотя давайте послушаем цитату. Я думал, Убайдулла сегодня одержит победу и эта схватка будет актуальна, но, к большому сожалению, теперь, скорее всего, этой схватки не будет. Поэтому там раз жду предложений на следующий турнир, иншалла, будем держать газ. Интересная, многозначительная фраза. Я думаю, эта схватка всегда будет актуальна. Что скажете, друзья? Я думаю, зрители видят все сами и эта схватка будет всегда актуальна. При всем уважении к спортивным достижениям Убайдуллы в другом виде спорта, это достижение в другом виде спорта. Я приглашу, наверное, Убайдуллу к нам в Агат на сборы. И после этих сборов он будет гораздо сильнее. Просто суть в том, что я даже не знал, что когда спина дает 4 балла, соперник уходит. Из-за этого я ему дал зайти и не скинул его сразу. А так, всем от души, братья, всем ассаламу алейкум. Газ держите, главное. Напишите в комментариях ваши предположения, как бы мог закончиться этот матч, если бы он все-таки состоялся. Кстати, о комментариях. Порой комменты трансляции было невероятно интересно читать. Типа, дайте номер Никиты Морозова. Он нечестно накинул треугольник. Неожиданно. Что тут скажешь? Пора вводить понятие предупредительный сабмишин. И Никите, стало быть, нужно было сначала сделать предупредительный треугольник в воздух и лишь потом накидывать его на шею оппоненту. Согласны? По поводу моей сегодняшней победы, парни, вы, те, кто, вернее, хорошо знают меня, вы знаете, что я всегда стремлюсь выигрывать честно. Да, для меня победа имеет огромное значение, но еще большее значение имеет, чтобы она была честной и чистой. В порыве схватки на адреналине не всегда здраво оценивая, что что происходит. Если действительно там было что-то нечестно, неправильно, не было этого локтя, я приношу свои извинения и в таком случае я откажусь от своей победы, она мне такая не нужна. Вот, я думаю, что надо просто посмотреть записи и там все решится. Что же, мы пересмотрели записи и очевидно, что единственное, что было не так, это слэм и непонятное решение рефери остановить схватку на сабмишине. Отсюда и все споры и непонятки, когда судье пришлось сделать рестарт схватки из позиции треугольника. А в целом организаторы молодцы, делают большое дело на локальном уровне южного региона по стандартам южного региона. Но на этом останавливаться не собираются. Во всяком случае, так обещает президент лиги. Я думаю, следующий турнир примерно будет в Москве, не скажу, какие даты, но это будет чемпионат мира, это однозначно. Желаем удачи и искренне верим, что на предстоящий чемпионат мира приедет хотя бы один иностранец и чемпионат можно будет считать легитимным. Ну и, конечно, я лично уверен, что масштаб шоу увеличится. И не исключено, что мы увидим настоящий салют и выступление аж Дениса Майданова на открытии данного чемпионата. Больше газа, больше яркости. Что-то еще хотел сказать, но если вспомню, скажу под конец выпуска. И уже совсем скоро состоится первое событие в рамках нового грэплинг промоушена Abu Dhabi Extreme Championship, сокращенно ADXS. Это новое детище AGP, о котором мы уже рассказывали ранее и, пожалуй, не раз. По задумке создателей, новый формат должен перенести все прелести джиу-джитсу в клетку MMA. Не то чтобы эта идея нова, Submission Underground как раз и проходит уже несколько лет в таком формате, но мы можем быть уверены, что арабы сделают из этого куда более смотрибельное шоу. Риал-шоу! Дебютный турнир запланирован на 20 октября в Абу-Даби и будет состоять из двух основных частей и двух сопутствующих мероприятий, в которых известные спортсмены по джиу-джитсу и MMA сразятся друг с другом в пяти раундах по три минуты. В главном событии в ГИ встретятся два выдающихся грэпплера сцены смешанных единоборств. С одной стороны, боец-белотор Ньюан Грейси, представитель знаменитой семьи. С другой стороны, экс-чемпион UFC Бенсон Хендерсон. Главное событие в ГИ предполагает встречу лидера команды DreamArt и двукратного чемпиона мира Исака Баэнси и представителя команды Атос и чемпиона Kings of Mud 2019 года Густава Батиста. В целом, дебютный турнир Абу-Даби Extreme Championship будет состоять из 14 матчей. И каждое имя в карте — это реальная звезда. Еще раз, все это состоится 20 октября, и мы сделаем все, чтобы вы могли увидеть это шоу на БЖФрикс ВКонтакте бесплатно. Позабыты хлопоты, остановлен бег, тапают пусть роботы, а не человек. Одиноким джитсером, осваивающим техники борьбы онлайн, на собачках, секс-куклах и на самодельных чучелах, также пригодится это изобретение. Супер БЖЖ-робот. Я вообще сначала подумал, что это шутка и это просто переодетый человек, но нет. Это реально БЖЖ-робот, он, кстати, так и называется. И на нем можно отрабатывать проходы, свипы, выходы на болевые. Он даже может подавать светошумовые сигналы вместо тапа. Мол, уа-уа-уа, болна-болна, пусти, да. В общем, люди и манекены БЖЖ-версия 2023 года. Фигуры из-под кемаше, спокойны в суете столичны. И то, что вам не могу, нам извините безразлично. Андрей, каковы ставки на суперсхватку? Я даже не знаю, кто борется, поэтому я не могу. Макридин и Долголиков. А, Антона знаю, да. В своем недавнем интервью каналу RuGreppling молодой грэпплер Иван Тельнов коснулся очень интересной и важной темы, которая, казалось бы, очевидна, но, как правило, о ней не говорят или говорят, но мало. Иван высказал мысль о том, что грэпплеру для того, чтобы монетизировать своего джиу-джитсу, всенепременно нужна медийность. Ну, очевидно же, казалось бы, нет. Но, несмотря на простоту этой мысли, многие атлеты, решившие стать профессионалами, упускают ее в своих стратегических планах. А между тем, законы маркетинга работают одинаково буквально во всех отраслях жизни. Но все же слышали реклама двигатель торговли. И если ты хочешь зарабатывать на своем джиу-джитсу, если хочешь собирать толпы на свои семинары, ты должен быть на слуху, на виду, постоянно где-то в медиапространстве. Можно быть очень классным спортсменом. Можно подавать большие надежды. Можно выигрывать чемпионаты. Но, если об этом никто не узнает, если об этом не будет информации в широких медиа, то и о спортсмене никто не узнает. Можно выиграть чемпионат России. Ну, в любой федерации, которая проводит чемпионаты с таким названием. Но, если триумф не зафиксирован камерами, если этот триумф не попал в СМИ, ну, скажем, в БЖФрикс, то никто о нем и не узнает, за исключением родственников, пары одноклубников и десятка самых близких поклонников. Так что, если вы планируете рано или поздно монетизировать свою джиу-джитсу, старайтесь попадать в СМИ в объективы видеокамер и выступать на тех турнирах, на которых эти СМИ и объективы видеокамер, например, БЖФрикс, присутствуют. Ближайшие из таких это до сдачи 27, 29 октября, и рок-н-роллик 25, 4 ноября. Подробности об этих турнирах и ссылки на регистрацию вы найдете в описании к этому видео. Кстати, начиная с предстоящего до сдачи 27, вы можете заработать прекрасные коллекционные медали. Новые коллекционные медали от РГСА. Каждый турнир – это медаль с изображением конкретной легендарной личности в нашем спорте. На первом турнире медаль Риксона Грейси ждет буквально каждого участника. Да, друзья, я не оговорился, на турнирах до сдачи медали получают оба участника суперсхватки. И тот, кто победил в ней. И тот, кто стал серебряным призером этого матча. В любом случае, у вас есть шанс отхватить прекрасную медальку с изображением Риксона Грейси. И второго такого шанса не будет, ибо на следующем турнире будет разыграна уже другая медаль с изображением портрета другой знаменитой личности в нашем виде спорта. Постарайтесь не пропустить ни одного до сдачи из ближайших 12 турниров и соберите все 12 портретов. Реально, возможно, эта коллекция через 10 лет будет стоить миллион. В общем, погнали регаться. Если вы ищете возможности побороться и помериться силами с известнейшими туляками, такими как Влад Лосев или Владимир Блюм, следующая новость для вас. Работоспособная, неугомонная, трудолюбивая Федерация Джиу-джитсу Тульской области анонсировала очередной открытый чемпионат и первенство Джиу-джитсу Тульской области. Видя два предыдущих турнира, организованных этой федерацией, мы уверены в качестве и масштабности предстоящего спортивного праздника. Как водится в официальных версиях, турнир пройдет в трех дисциплинах. Файтинг, Доу-Систем и Неваза. И пройдет 19 ноября в городе-герои Тула. А принять участие, разумеется, могут не только туляки, но и все желающие, потому что открытый чемпионат. И это прекрасно. Так что, если хотите побороться по правилам черных поясов, если хотите получить спортивный разряд или приблизиться к спортивному званию, регистрируйтесь, не стремайтесь, не тормозите. Кстати, об этом небольшой комментарий от Евгения Коротких. Из преимуществ, значит, водалт первое место при условии трех побед в этом турнире в этой категории и шести человек. Это спортивный разряд кандидат на стера спорта по джиу-джитсу. И также первые номера могут и имеют право поехать на чемпионат и переста России во всех возрастных категориях. То есть только первые номера по новому положению. Раньше двойка была, а сейчас только первый номер. И, соответственно, можно будет поехать чемпионат сифову, который будет в декабре в Рязани. В общем, 19 ноября. Тула. Ссылка на подробности о турнире, а также на регистрацию, будет в описании. Там в описании, похоже, будет столько ссылок. Потрудитесь ознакомиться с ними со всеми. Опять же, американцы все это любят упаковать и продать. Да, в принципе, бразильское джиу-джитсу также и было упаковано американцами, потому что Грейси мигрировали в Соединенные Штаты, да, и там уже в Соединенных Штатах это все начало вот приобретать такую форму, такую подачу, которую мы имеем сейчас. Ой, я вспомнил, что хотел сказать. Вот смотрите, турнир IBJF, ну, скажем, World или IBJF Europians. Да, чемпионат Европы или чемпионат мира. Но вот нет на нем ни фаер-шоу, ни блесток, ни летающих Карлсонов, ни стриптизерш, вот ничего такого. А турнир все равно считается наиболее авторитетным, крупным и крутым. Потому что в нем есть суть. А есть турниры. Организаторам которых суть приходится заменять яркой оберткой. И это неплохо, это даже красиво. Но есть одна маленькая заковыка. Спортсмен, попадающий на выступление на такой ивент, видя, как вокруг него все сверкает, взрывается, свистит и улилюкает, думает, что вот он, его звездный час. Вот он добился потолка в своей спортивной карьере. А ведь это не так. И это немножко сбивает спонталыку спортсмена, которому еще есть что штурмовать. Давайте не будем вселять в наших атлетов ложные ощущения, а в спортивные мероприятия наполнять сутью, а не просто посыпать блесками. Всем хорошей недели, несмотря на то, что сегодня уже четверг, или хрен знает, когда выйдет этот выпуск. Хорошего настроения, одевайтесь теплее, теплые носочки и шапка наше все. Уссс! И все такое! Ведь для хорошего, для рыбака, удочка только нужна и река. До новых встреч! Продолжение следует...